Привет ребята, я еду в ресторан. Встречаюсь с Мадиной, у меня было для рождения, все чувствую очень странно, у меня, не знаю что, как-то все странно, сегодня проснулась, нос забит, да, но он у меня периодически так забивается, а то сегодня прямо вообще странно, слышите, я в ТОС разговариваю. Короче, то ли я вчера из-за того, что рядала после этого видео с ребенком, и ела соленого, и потом я как-то переспала, я не знаю, проснулась, опухшая, отекшая, сейчас не так, катастрофа. В общем, еду сейчас с Соней, у Мадиной был день рождения, и меня не было, я была в Карловых Варах, поэтому мы встретимся с ней сегодня, посидим в ресторанчике, я сейчас еще заеду за тортиком, я надеюсь, я успею, они работают до 5, и мне нави показывает навигатор, что я буду ровно в 5 там, но я позвонила, предупредила, надеюсь, если что, они 5 минут подождут. Я хотела ей заказать другой торт, но не успевала женщина сделать, но этот тоже вкусный, я не знаю, ни одну свою знакомую, кому бы не нравился этот тортик, из безе, с орешками, он полностью из безе, очень вкусненький, поэтому возьму этот тортик. Лично говоря, с удовольствием бы осталась дома, но мы уже договорились, и плюс потом она уедет, поэтому все, я думала, сейчас примут душик на кражу, станет легче, он какой-то такой странный, я первый раз так чувствую, вас трясет, наверное, вас не тошнит. Ой, блин, пробки еще сейчас почти 5, сейчас я еду с работы, поэтому сегодня просто отрывочки вам я сниму, и этот влог продолжу завтра, но вы его еще увидите сегодня. Ну что, смотрим. Господи, какая вкуснятина, там что-то отпало, смотрите. Это надо убрать, некрасиво же. Красотень, он очень вкусный. Мы с Соней уже на месте, он только открылся. Что Мадина, она всегда, всегда опаздывает. Я тоже всегда опаздываю, но она опаздывает больше. Так, ну что, пришла Мадиночка, есть полная, у нее круглая дата, 40 лет. Или сколько тебе? 40 лет. Ладно, 35. Так, что у нас тут на столе? Ребенка. Это тунец, карпачи-стунца. Так, севиче, паста и вителю. Кайва талата. Соня! 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 Дороги! Так, у нас пауза. Она еще под столом бешком. Опа, опа, опа. Здравствуйте, девушка. Кто бежит? Лили-ли-ли-ли. Пауза, пока-пока. О, ваи, Мадина. О, какой запашок. А Мадина по второму кругу. Соня, ты чего? Сейчас дам. Сейчас дам тебе вот эту штучку. А то он губы не умеет делать, поэтому... Соня! 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 Привет! 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 Посмотри ко мне. Идешь? Я пошутила. Это не... Смотри, это... Это кофточка. Это кофта. Тихуй, Слетки. Это кофта. Не нужна мне твоя кофта. Ку-ку! Ку-ку! Она так радуется, когда играет. Слышно, всю громкость. Время полвосьмого. Мы идем домой. Да, Сань? Мы идем до машины. Мы идем домой. Пальчик, видите? Она с этим пальчиком сидит. Было очень вкусно, ребята. Пришла домой. У меня так болит щекаль. Я ее укусила пару дней назад. А с тех пор еще раз за два или три. Больно жевать, когда на правую сторону пытаюсь жевать. Серегу кусаю ее. В общем, мы поели там шесть блюд на двоих. В итоге я пришла домой. Догоняюсь колбасой. На салфеточке. Время полдевятого. Соня уже в кроватке. Засыпай. Я решила, что я сейчас смою косметику. Доем колбасу. Пока буду смывать. И лягу тоже. Потому что я такая уставшая. Чем я буду сейчас зависать три часа в интернете? Лучше лягу. Опа! Ну что, доброе утро. Вот это мы поспали, да, Соня? Ой, доз мой. Вообще. Перестал работать. Что там? Блестяшка с платьем маминого. А что она там делает? Ночки мои сладкие. В общем, мы заснули вчера в девять. И проснулись в полдевятого. Я уже просыпалась чуть раньше нее. И у меня уже спина болела спать. Но я выспалась. Соня, ты как? Ты как, лапуля? Готова к приключениям, к играм? Тебе там игрушки уже заждались. Говорит, а где наша Сонечка? Точа? Ого. Дай. Кир, и ты выспалась? И отлично. У меня все так же не очень. Я сейчас поговорила с папой. И она говорит, слушай, мы так все зациклились на короне. Может быть, у меня грипп или простуда. Но мы все корона-корона, да, что уже забыли, что есть еще и другие болезни. Они никуда же не делись. И, может быть, я действительно просто простыла, потому что состояние у меня уже третий день такое… А мне даже в голову это не пришло, отвечая. Во-первых, я как раз, когда это началось, я вот пошла… Или как его у меня? Второй день? Ну, не знаю. В общем, я пошла вот, вышла на вечер погулять, с девочками встретилась. И на утро я просыпаюсь, и мне не очень. Я подумала, ну, потому что я вчера выпила, и мне вот не доспала из-за этого. Мне даже мысль не посетила, что я могла просто заболеть. Я на всякий случай сейчас сделала еще тест на корону, на всякий случай. Может быть, просто простуда. Просто я тоже обычной простудой или гриппом не болела, ну, я вам же говорила, с 2018-го. Поэтому мне, наверное, на это и не пришло в голову. Я уже отвыкла. Надо как-то двигаться, что-то делать. Хотя, нахрена надо? Я просто хотела в магазин сходить или уже не идти. Не, ну, пусто в холодильнике, надо купить. Хотя я размораживаю там ножку огромную индюшачью. Хочу сделать сегодня. В общем, посмотрим. Давайте сначала позавтракаем. До сих пор не позавтракала. Накладываю Кире ее еду с рыбкой, да? И тут прям реально куски рыбы. Ничего себе! Я думала, тоже перерабатываю какую-нибудь там фигню. Офигеть, посмотрите. Раз, два, три. Кира! Офигеть! Он первый раз такое. Ну, там были какие-то мелочи, ну, такие крупные. Ну, Соня, как всегда, все эти. Раскидывается. Поварешкой ходит. Мы хозяюшка. Так, нет. Не корона, бро. Не, не корона, бро. Точно не корона, бро. Не, не, не. Апчх. Не, все хуже и хуже. Так, этот завтрак убедя. Бутерброды горячие с колбасой, сыром и помидором. Аааа. Аааа. Ааа. Аааа. Так, Соня, на твой первый в жизни лимон. Кислый, да? Кисляк. Ой, какой кисляк. Не будешь? Пальчиком подавить. Ну что, ребятки, я заболела таки. Все симптомы. Но голова не болит нормально. Когда лежу на диване, нормально. Сонечка моя, лапочка моя, играла тут. Я лежу, взяла себе еще подушку со спальни, лежу, пью чаек. Она играла сама. И вот пришло время спать. Я просто пошла, взяла ее, положила в кроватку, дала оболочко. И она спокойно засыпает. Вот лежит, ножка шевелит. Сейчас минут пять точно застет. Я помню, когда она родилась, я думала, блин, вот я одна, а, ну, все окей, я справляюсь. А если я заболею, как тогда быть? Ребенок же это не работа. Ну, в принципе, работа. Но не та работа, от которой можно отдохнуть. То есть болеешь ты, не болеешь. Это все равно. Я очень благодарна вселенной, что у меня такой ребенок, что я могу поболеть. Проблема в том, что завтра у меня парикмахер исправляет вот этот ужас. И я не уверена, что я смогу пойти, да и вообще, что на них чихать сидеть. Мне придется отменить. И тогда я не знаю, когда я пойду. Среди недели надо будет удачить кого-то искать соней. Просто никто останется. Просто у меня до следующих выходных мероприятий, где хочется выглядеть нормально, а не так. Ну, ладно, подумаем. Но завтра я точно не смогу. Кушу шоколадки. Вообще, у меня всегда любило болеть. Ну, в том плане, такой несерьезной болезнью, простуда, грипп. Я знаю, что все может быть серьезным. Ну, стандартным, который в основном все болеют. Весь день лежала в кровати. Хочу, поем. Ну, хотя чаще всего аппетита нет. И смотрела сериалы, и у меня не мучила совесть, что я валяюсь, ничего не делаю. И мой папа всегда мне звонил и говорил, бедная, как ты там одна, как представлю, ой, какой кошмар. А у меня вообще никогда такого не возникает. Ну, болею, ничего, ничего страшного, да. Я не понимаю всей вот этой суматохи вокруг больного. О, боже, бедника, как ты там одна. Ну, и да, я могу там позвонить, папе пожаловаться. Ну, и все. Не вижу в этом чего-то такого сверхъестественного. А я вот лежала всегда, смотрела сериалы, потом я подгибалась температурой, болела голова, потому что я их целые сутки смотрела. Я их отключала, спала, потом просыпалась, опять смотрела. Нормально, мне кажется, это спокойно, можно выдержать, и сто, лежишь, отдыхаешь. Я думала к маме не приезжать, а приехать тогда, может, папе, чтобы он остался на подольше. И я среди недели пошла к парикмахерам, но папа работает на следующей неделе. А мама уже купила билеты на поезд, поэтому приедет, поможет. В общем, я не знаю, если в ближайшее время не будет влогов, значит, ну, болею, ничего снимать. Попу кверху укладывается, она любит попу кверху спать, моя лапочка. Мне пришли пижамки. С Юникло, оттуда же, откуда я эту заказала, она мне так понравилась. Я решила в другом цвете и вообще другую. Ну, мне разделили опять почему-то пакет. Вот часть сегодня прошла, часть потом, наверное. А, тут еще курточка. Скоро зима, я ищу себе куртку, потому что ту, которую я в прошлом году купила, я в ней мерзла. Во все свои прежние я тебе влезаю, а тут с прошлого года все-таки, где в ней было прохладно. Хотя я так долго выпирала, вы помните, сколько я курток переверила? Я в нее была влюблена, она такая, ну, мне казалось, классная. Это было прохладно. Вряд ли в этой будет теплее, но что-то на осень мне тоже надо, потому что... Потому что нечего досить вот так, когда прохладно, когда с Соней гулять. У меня все какие-то суперлегкие. Кожанка, джинсовочка, что-то такое. То есть я их носила, когда вот не была с ребенком, не была беременна. На машине куда-то доехал в ресторан, вышел, потом опять в машину и уехал. Тогда да, но если гулять по улице, то, конечно, в них холодно. Так, Тонечка там спит. Вещи у меня не разбросаны, а я их рассортировала, чтобы убрать. Проснулась, Тонечка! Я уже дверь открыла, чтобы она слышала. Привет! Ай, проснулась моя лапуля. Кто-то последний раз мне там писал про одеяло. Почему она без одеяла? Потому что здесь очень тепло. И одеяло она все равно выкидывает за борт. Хотя в тот раз она как раз-таки была с одеялом, и она просто проснулась, его выкинула. Но вообще, ночью она спит в этом мешке, а днем так. Точа! Привет! Сотная какая! Такая вот курточка. Синяя. Под пижаму я выбирала. Слушайте, она мне как раз. Она такая мега-мега легкая. Ее можно свернуть, да? При этом она должна быть теплая. Чисто на прогулку, на осень. Горлышко закрыто. Карманы, как я люблю. Многие у меня спрашивают, откуда у меня вот эта куртка. Тоже уже не раз я показывала. И она мне очень нравится. Вот. Она, кстати, ой, испугала. Потолще будет. И цвет классный. Но у нее кнопки не рабочие. Они все время расстегиваются. На замочке удобно. Надо там просто переделать кнопочки. Да, дочь? Ой, пересыпайся, мой малыш! Моя лапуля! Да ты моя хорошая! Как ты спала? Короче, мне уже жарко стало. Завтра мне должны еще прийти курточки. Фуф, реально жарко стало. Вот это, конечно, классно. Это у меня от Херно. Ну, это было подороже. Это, по-моему, евро в 400 стоило. А эти по... Короче, до 100. Ну, вот это мне больше нравится. Которая моя. Она такая дутик. Блин, может быть, не покупать, а сдать. Кнопки переделать. Это же можно? Я чуть никогда до этой мысли не доходила. Обожаю дутики. Приятненькая и на ощупь, и теплая. Ну, вот смотрите, застегиваю. Просто кнопка вообще не держит. А, и, кстати, насчет вот этой кофты. Кофты-платья, да? Постирала я салфетками. Я две салфетки положила специально, чтобы они цвет впитали. Ну, и что? Оно не белое. Оно сероватым. С сероватым оттенком. Ну, видно, что что-то не то. Как будто грязновато. И что, получается такая вещь на один раз? Ну, это же... Или, я не знаю, может, мне замочить это в отбеливателе? Ну, капец, что? Отдельно рукава, отдельно низ. Фух, жарко. Силачка, она сейчас стояла с этой штукой, вот так поднимала. Так, смотрите, вот еще одна пижамка. Такая прям навевает меня на Рождество. Она еще была красненькая, но красненькие я не люблю. У меня, кстати, есть такое постельное белье. Блин, эти пижамы мне идеально подходят. Везде. И тут, и по длине. Потому что обычно, если тут нормально, то они длинные. Либо наоборот. Ну, вот эти штанишки чуть пошире, чем на той пижамке, по-моему. Но мне нравится, что скажете. И она такая приятная. Ну, вот вы видите. Соня, что скажешь? Оставлять, нет? Вот такая же, как у меня синяя. Только такого, не знаю, типа... Соня трогает. Как тебе материальчик? Давай сосочку берем. Такого цвета под мою спальню подходит. Короче, класс. Там еще была такая светлая, кремовая. Мне этот цвет больше понравился. Блин, классные пижамки, ребят. Прям вот кто маленького роста. Советую. Хотя, я думаю, наверное, до метр... Ну, не знаю. Метр 70 максимум. Тогда у вас будут просто рукава. Вот так. А не вот так. У меня, видите, чуть-чуть. Короче, длиннее. И это будет где-то до косточки. Да. В принципе, на сайте они так и выглядят до косточки. Я думаю, может быть, это потому, что это Юникло. Это вроде японское, да? Ну, не вроде, там, уроклифы. Может быть, поэтому оно мне как раз. Ведь они тоже маленькие. Доча. Пампер свой иди выкинь. Это тебе не надо. Я, кстати, до сих пор не позвонила своему парикмахеру. Не знаю, лежу, думаю, да не, мне нормально. Пойду. В маске буду сидеть. Встаю, думаю, ой, не, я не высижу. Там это же, это как минимум часа четыре как минимум будет, как обычно. Он очень медленно работает. Завтра проснусь, посмотрю по себе, потому что у меня только под вечер этот терминчик. Просто я не знаю, когда потом. Когда я потом с ногу. Так, вот еще раз курточка на контрасте. Ну, короче, обычная, ничего стильного в ней нет. Посмотрим, что завтра придет. Еще я заказала одну такую классную, дутую, большую на зиму от Томи Хильфига. Посмотрим, она такая прям блестящая. Я разморозила индюшку. Вот такую вот огромную ножку. Собралась готовить. И тут мне мама присылает сообщение, что папа готовит плов. Как всегда, только я что-то соберусь готовить перед их приездом. Они обязательно что-то начинают готовить. Ну, ладно, я ее уже разморозила, сделаю. Я увидела у одной знакомой в Инстаграме, какая-то эту ножку. Она у меня лежит уже, не знаю, сколько в морозилке. Я все не знала, что с ней делать. Вообще, я как-то покупала на шашлык, но так и не сделала. Значит, нам понадобится. Единственное, что она еще с имбиром делает, но имбиром у меня нет. Там такая ножка с еще куском. У меня вот только одна часть. Ну, и что? Что в этом запекать? Вот в этом. Сама ножка. Сама ножка. Ха, как раз. Морковка и чеснок. И специи. Сейчас под фольгой, насколько я не сказала, другое, как обычно. Поставим до 200 градусов. Давайте морковку накрем. Все, на самом деле. Морковка и чеснок. Доброе. Продолжение следует... Добавить чили. Так, смазываем маслом оливковым. Всё. И убираем на час в духовку. Всё, суть туда нельзя. Соня, что делаешь? Кстати, ребята, она сегодня весь день ходит с резиночкой на голове. Я поняла, как их заплетать. Надо просто не на три раза, а на пять. И тогда она плотненько. И Соня не может снять. Она её уже раз пять пыталась сегодня снять. Но не получилось. И она оставляет её на голове. Вот, потому что обычно резиночки она научилась снимать. И легко их нельзя так плотно завязать. При этом эта резиночка не пережимает волос, потому что она... Ну, короче, она лёгкая, супер. Эти резиночки реально работают. Так что все, кто писал мне, Юля, постриги чёлку, запомните, выход есть всегда. Не обязательно стричь эти чёлки поголовно всем. Итак, час прошёл. Иди, Солопуля, посадим тебя в стульчик, чтобы ты, не дай бог, не обожглась. Смотрим. Ух! Ух ты! Ещё. Её смазать. Который тут... Ой, чё там снимаем, блин, как всегда. Ещё. Уже без фольги. Не знаю, насколько. Будем посмотреть. Кира, не рычи. Соня просто трогает. В общем, я ушла на 15 минут, возвращаюсь. Она... Печка отключена. Я её отключила. Пришлось ещё 15 минут ждать. Так. Ух! Ух-ху-ху! Вот такая вот огромная ножка у нас получилась. Вай! Ну-ка, давайте попробуем. Ммм! Посмотрите на это мясо. Посмотрите на это мяско. Ммм! На мой вкус я бы потушила ещё. Я люблю, когда супер-супер мягко. Не знаю, будет ли индюшка такой мягкой. Хотя индюшка, по идее, мягкое мясо. Так, это вверху положим. Короче, вот такое вот мяско получилось. Вкусно ем. Вот это вот всё. Я буду, конечно, обгладывать. Тут ещё мяса очень много. На, попробуй. Не буду готовить гарнир, потому что мама привезёт завтра плов. А в плове всегда быстро кончается мясо, потому что я такой мясоед, капец. И вот, когда оно закончится, можно с этим подъесть. Короче, сейчас уложу ребёнка спать. Возьму себе эту кость. Включу фильм. Я в Инстаграме спросила у вас совета. Фильм на вечер. Включу по вашему совету какой-нибудь фильм. И буду грызть эту кость. Ну всё. Как и обещала. Буду обгладывать эту огромную ножичку. Она реально больше моей ладони. Сделала всё так же чай с лимоном. И Санечка. Ну и Кира тут, как всегда, бардак уберу попозже. Спустя пять минут. Без чьей-либо помощи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!